А это рынок Карасу в Ожской области, один из самых крупных базаров Центральной Азии. Мурзеим, который занимается продажей нужной в хозяйстве предметов, знает много про таможенный союз. Она продает на этом рынке уже три года. Она спрятала свой диплом дома, считая, что заработает там больше, чем на госслужбе. Она говорит, как только Кыргызстан войдет в таможенный союз, простому народу придется не сладко. С Узбекистаном-то у нас прервались торговые отношения после той трагедии в 2010 году. Перестали вводить оттуда товары. А сейчас все привозные продукты из Китая. После вхождения в таможенный союз все эти товары будут поступать дороже. Мы, соответственно, с этим повысим цены на них. И если народ будет покупать, мы будем получать свою наценку. А что нам делать? Если народ берет, мы будем продавать. Рассказала реализатор. Кыргызстан, подписавший соглашение по вхождению в таможенный союз, станет полноправным членом этой организации в мае. До этого правительство, которое провело предварительные разъяснительные работы и общественные обсуждения, долго рассматривало дорожную карту. Несмотря на утверждение, что после получения членства в организации мы добьемся успеха в сельском хозяйстве, не было еще построено ветеринарных и фитосанитарных лабораторий. И это рождает споры. Говорится, что вхождением Кыргызстана в таможенную организацию соседние страны укрепят свои границы и последствия этого первыми почувствуют предприниматели. Руководитель Ошского союза предпринимателей Абдувахаб Нурбая в своей речи на эту тему напомнил, что правительство до сих пор не урегулировало некоторые направления в экономической сфере. Нет специальной программы, которая объясняла бы, в каких сферах экономических вопросов будут льготы, какие могут возникнуть трудности и как к ним можно подготовиться. Только недавно в Ош приезжал министр экономики Тимир Сариев, встретился с мелкими предпринимателями. И мы тогда сказали, что раз уж они специально приехали, то надо бы хорошенько сесть и обсудить это все. Из кыргызского правительства СЕУ утверждает, что откроется большая дорога для развития сельскохозяйственной сферы после вхождения в Союз. Точнее сказать, они уверяют, что возобновится экспорт мяса. Но предприниматель Нурбаев считает, что у нас нет достаточно продукции для продажи наружим. Наоборот, он думает, что мясо будет доставляться к нам извне. Он поделился мнением, что при всем этом, даже если страна не войдет в таможенный Союз, ее ожидают трудности. Потому что если наших мигрантов в России будут так притеснять, и они вернутся сюда, то в Кыргызстане назрела бы большая безработица. Различные социальные проблемы людей могли бы выйти наружу. Ни для кого не секрет, что те же безработные люди выйдут на улицы и начнут грабить людей. Мы должны постараться сделать все, чтобы было выгодно каждому гражданину, и использовать это после вхождения в Союз. Для самих это будет большая польза. Поделился он. Итак, по нашему внедрению в таможенный Союз повысятся требования к товарам Кыргызстана. Поэтому в стране построят две ветеринарные и две фитосанитарные лаборатории. Все существующие лаборатории пройдут аккредитации и будут оснащены новой техникой. По информации Министерства экономики, осталось немного времени до окончания этих работ. Но их выполнение зависит от 200 миллионов долларов, которые поступят из России. Также скоро примут соглашение о взятии 100 миллионов долларов у Казахстана. Наша страна по сравнению с другими странами-членами Таможенного Союза считается достаточно слабой с экономической точки зрения. Поэтому наши мигранты так и ждут мая месяца. Они надеются, что если мы войдем в Союз в мае, то появится много льгот, так как в рамках Таможенного Союза учтены свободный оборот товаров и рабочей силы. Вот с этой стороны и ожидаются облегчения для мигрантов, если мы присоединимся в мае. Потому что мы откажемся от нынешней патентной системы. А из отрицательной стороны, как я выразился выше, можно перечислить повышение цен и вдобавок к этому ухудшение российской экономики. Говорит он. Мы еще не войдя в него окончательно, уже чувствуем на своей шкуре повышение цен, говорит руководитель Центра изучения мира при Ожгу Расул Авазбекулу. По его мнению, повышение цены патента с начала года вместе с понижением стоимости рубля в России оказало негативное влияние на мигрантов. Есть такое понятие дилемма. Как говорится, вступать не вступать, если вступим, у кого цены поднимутся. По моему мнению, если бы мы не вступили, то цена за это была бы большой. Потому что в связи с тем, что мы расположены в этом регионе, Казахстан и Россия являются нашими самыми основными партнерами, то наши отношения с ними ухудшились бы еще больше. И в какой-то степени было бы экономическое и политическое давление со стороны этих государств. Поэтому мы, как русские говорят, выбрали из двух зол меньшее. Мы выбрали, что полегче и вступаем в таможенный союз. Мы уже вошли де-факто, считает эксперт. Рассказал он. А Тагайбек Аширбаев – один из тех мигрантов, кто ждет вступления в союз. Он работает в Москве водителем с 2011 года. Он рассказывает, что кыргызстанцы, замучившиеся получать патент, надеются на льготы по присоединению к организациям. Говорят, что после вступления в таможенный союз мы будем работать без патента. Но даже при том, что не надо брать патенты, здесь надо получать медицинский страховой полис. Там сказано, что будут заключаться договора с местом работы. Да, говорят, будут послабления. Сейчас надо брать патент, разрешение на работу. Вот если обещанные мигрантам работы будут выполнены, было бы намного легче работать. Рассказал он. Даже среди депутатов парламента были толки о том, что ничего нового в сферах, которые предположительно поднимутся после вхождения Кыргызстана в организацию, направлений развития животноводства и земледелия не было сделано. После подписания договора в декабре в Кыргызстане и России постоянно проходили встречи. И следующий вопрос от таможенного союза Расула Васпекулу заявил, что если бы наше государство не вошло в организацию, то подверглось к политическому давлению со стороны стратегических партнеров. Теперь несомненно, что товары, поступающие к нам из Китая, Европы, Турции и арабских стран, подорожают. Кыргызская власть отмечает, что важнее экспортировать наши продукты, чем перепродавать. И цены на товары других стран повысятся максимум на 20%. Но пока неизвестно, насколько повысится или не повысится зарплата простого служащего. Материал подготовил специально для IWPR Асамбек Пазыл. На этом наш выпуск завершается. Журналисты программы IWPR Института по освещению войны и мира следят за развитием актуальных событий. Все материалы и выпуски вы можете читать и слушать на сайтах iwpr.net и kabar.asia. Мирима Саналы. Услышимся. Субтитры создавал DimaTorzok